В Тверской области стартовала 22-я комплексная научно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж». В этом году она проходит по территории Тверской и Новгородской областей. А участие в ней принимают почти 30 человек. Это ученые, журналисты, военные, преподаватели вузов, школ и, конечно, ученики. Об особенностях экспедиции этого года, а также целях и задачах, которые ставят перед собой путешественники в материале Никиты Васильева. Водными путями Великого водораздела 102-2021. Именно так в этом году заглавлена 22-я комплексная научно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж». 24 июля ей был дан старт возле бизнес-центра «Тверь». Количество участников 25 человек. Это журналисты, военнослужащие, преподаватели школ и вузов, школьники. Первая точка – деревня Березовский рядок Балаговского района, заключительная – Боровичинь Новгородской области. Замечательный, на самом деле, в этот раз маршрут нашей экспедиции. И не случайно он выбран. Хотя, в общем-то, Тверская область является местом Великого водораздела. И здесь, по сути дела, как у реку не возьми, очень интересная всегда история. История, причем, начиная с первого тысячелетия нашей эры, даже в раннее заселение нашей территории. По традиции, среди участников много представителей молодого поколения. В частности, это ученики школы номер 17 города Твери. Завод учебного заведения Виктория Тимкина также в числе участников. Как признается педагог, для школьников такие походы – это бесценный опыт и источник впечатлений на весь учебный год. В этом году, в 22-ю экспедицию, мы вывозим 8 ребят. Мы очень надеемся, что ребята сумеют в этом походе обрести те просто необходимые навыки по выживанию, в природе, вблизи с этим замечательным, огромным миром. Любой поход, а тем более такой масштабный, требует серьезной подготовки. Это и оборудование, и амуниция, и, конечно, питание. За него в этой экспедиции отвечает компания «Знаток». Компания «Знаток» неоднократно участвует в различных родных мероприятиях. И когда руководители экспедиции к нам обратились, мы без колебаний приняли решение поддержать данное начинание. Считаем, что это очень важно. Детско-юношеский туризм, на наш взгляд, это очень перспективное направление в развитии общего туризма в России. Это не просто какая-то такая легкая прогулка, да. Это отдых в сочетании со спортом и решением определенных познавательных задач. Тверская компания «Знаток» выпускает продукцию по советским стандартам из отборного мяса. Получается продукт, который не страшно давать туристам любого возраста, отмечают представители компании. Тверские путешественники в экспедицию взяли несколько десятков килограммов консерва в компании «Знаток». Это и фасоль, и паштет, и икра, и, конечно, тушенка. Ведь без мяса в любом походе просто не обойтись. В тушенке основной элемент – это мясо. Соответственно, для того, чтобы получился хороший продукт, мы не используем проверенные заводы. Калининградской, Белорусской, ну и известные заводы российской территории. Соответственно, наши технологи выезжают, тщательно отбирают мясо, соответственно, после этого пускают это в производство. И из этого происходит хороший, качественный продукт, за который нам не стыдно, за который мы не переживаем, мы кормим детей. Мы тщательно следим за качеством. Как отмечают производители, покупая продукцию «Знатока», вы всегда получаете премиальный продукт, при этом не переплачивая лишних денег. Компания работает напрямую с 30 крупными производителями. Всего под торговой маркой «Знаток» представлено свыше 160 наименований различной консервации – мясной, рыбной, сладкой группы и соусов. Продукцию «Знатока» можно найти в крупных торговых сетях столицы Верхневолжья. На этом с нашими путешественниками мы не прощаемся. Совсем скоро мы вновь расскажем вам о том, как продвигается экспедиция водными путями Великого водораздела М-100-2021. Не пропустите!